друзья рад приветствовать вас на своем канале и сегодня я хочу рассказать вам об очень крутом эффективным и эффектным инструменте adobe photoshop который называется смешивание благодаря этому инструменту можно повысить текстуру неба и облаков тонировать светлые участки изображения имитируя солнечный свет улучшить контраст и детализацию изображения для начала немного полезной теории у меня есть вот такой замечательный снимок и я хочу чтобы вы поняли как работает инструмент смешивания добавляю пустой слой на панели задач кликаю значок градиент выбираю тип градиента черно-белый ok ставлю курсор мыши на верхнюю часть снимка зажимаю левую кнопку мыши и тяну вниз вот такую полоску и получаю вот такой вот градиент на слой с градиентом клику и два раза выпадает меню стиль слоев мы с вами будем работать с инструментом смешивания и здесь вы видите две шкалы верхняя шкала отвечает только за верхний слой и давайте посмотрим как работает эта шкала как вы видите она тоже окрашена как градиент левая сторона темная правая светлая и если я буду двигать левый ползунок вправо то я получу осветление градиента в темных участках если я буду двигать правый ползунок влево то я получу прозрачный градиент в светлых участках но очистка градиента именно таким образом сверху и снизу происходит не потому что этот инструмент управляет верхней частью и нижней частью слоя этот инструмент управляет именно темными и светлыми пикселями то есть если я добавлю опять пустой слой и градиент проведу по диагонали клику еще раз два раза начинаю двигать левый ползунок вправо и у меня градиент приобретает прозрачность только там где находятся темные пиксели удерживая кнопку alt навожу на левый ползунок вот таким вот образом делю его на две части и теперь обратите внимание наш градиент теряет непрозрачность также но переходы от темного к светлым участкам наиболее плавные то же самое произойдет если я разъединю правый ползунок на две части и буду левую часть ползунка двигать влево происходит то же самое только в светлых участках там где находится светлые пиксели нашего слоя мы с вами будем работать с нижней линеечкой давайте посмотрим как она работает итак я захватываю левый ползунок веду его вправо и у меня проявляются темные участки изображения в данный момент происходит смешивание верхнего слоя на который наложен градиент и моего основного изображения которое находится на бэкграунде если я продолжу двигать ползунок дальше вправо то у меня в итоге фотография приобретет первоначальное значение градиент полностью станет прозрачным если я буду двигать правый ползунок влево то у меня происходит смешивание в первую очередь светлых участков моего основного изображения сначала проявляются именно они и только потом уже начинают проявляться темные участки что же будет если я разделю этот ползунок на две части и так удерживаю кнопку alt навожу курсор на ползунок и делю его на две части теперь двигаю правую часть ползунка вправо как видите я довел ползунок до конца линейки но при этом моя фотография полностью не проявилась она проявится если я буду двигать вторую часть ползунка вправо и доведу его до конца вот теперь фотография проявилась полностью теперь давайте то же самое проделаем и с правым ползунком и так зажимаю alt делю его на две части и левую часть ползунка веду влево когда левый ползунок стоит на отметке 0 фактически мы видим с вами 50 процентов нижнего изображения и 50 процентов слоя на который мы применили градиент также я довожу до конца и фотографию смогу проявить полностью только если правый ползунок буду двигать до конца в левую сторону теперь эти знания об инструменте смешивания давайте применим на практике и так у меня есть вот такая фотография и я облака хотел бы сделать темнее при этом не затрагивая темные участки моего снимка добавляю пустой слой беру пипетку и снимаю образец цвета совсем серый мне не хочется брать я хочу чтобы цвет был немного голубой пожалуй я выберу этот цвет выпадающем меню у нас есть три значка 1 отвечает за тональность я его не буду трогать я его выбрал благодаря пипетки 2 у нас это насыщенность saturation на буковку с сделаю немного понасыщеннее и потемнее у меня получился такой очень темно-синий цвет нажимаю ok теперь выбираю мягкую кисть вот этот процент отвечает за мягкость краев кисти непрозрачность оставлю сто процентов а нажатия изменю на 25 квадратными скобками увеличиваю или уменьшаем кисть и провожу по тем участкам которые я хотел бы сделать темнее кликаю два раза на слой и нам с вами нужен правый ползунок зажимаю alt делю его на две части и двигаю не спеша влево обычно в районе 0 находится тот уровень который меня чаще всего устраивает у вас он может быть немного левее или немного правее окей итак смотрим вот такое изображение у нас было и вот такое мы получили отличный результат при желании с этим изображением можно поработать еще выбрать кисть другого цвета например более серых тонов и поработать с отдельными участками но это еще не все идем дальше у меня есть вот такая замечательная фотография но я на ней хотел бы сделать предзакатное небо и так добавляю пустой слой иду в палитру цветов мне нужны настройки хью выберу вот такой цвет окей сочетанием кнопок alt delete закрашиваю пустой слой кликаю два раза зажимаю alt и разделяю на две части левый ползунок его правую часть двигаю вправо здесь мы на нуле не останавливаемся будем выбирать положение и одной части ползунка и другой пока не оставим тонирование только на светлых участках как вы видите мой оранжевый цвет коснулся только светлых пикселей нажимаю ok но это еще не все такой снимок конечно никуда не годится и нам необходимо поработать с режимами наложения мы можем выбрать мягкий свет жесткий свет но я предпочитаю и вам советую в данном случае выбрать режим наложения оверлей вау ну что скажете вот такое изображение у нас было и вот такую тонировку мы с вами получили имея в запасе такой замечательный инструмент с ним можно продолжить работать и дальше например я добавлю еще один пустой слой выберу цвет в котором присутствует больше красных оттенков окей мягкую кисть непрозрачность делаю 50 кликаю два раза разделяю левый ползунок на две части и двигая ползунки убираю тонирование темных участков окей режим наложения оверлей и снижу немного насыщенность мне нужно добиться такого эффекта при котором не будет резкого перехода от одного цвета к другому отлично можем использовать предыдущий метод где мы добавляли с вами детализацию облаков и на этом снимке тоже добавляем пустой слой снимаю образец с какого-нибудь скажем вот с этого участка иду в палитру делаю цвет насыщеннее темнее окей выбираю мягкую кисть непрозрачность ставлю сто процентов и прохожу по тем участкам которые я хотел бы сделать более контрастнее кликаю два раза разделяю правый ползунок на две части окей и немного понижаю непрозрачность было стало с этой фотографии можно поработать еще можно сделать небольшую цветокоррекцию например сделать поинтереснее красный цвет после всех этих манипуляций фотография стала немного темнее поэтому давайте сделаем ее светлее добавим корректирующий слой кривые подниму немного точку черного вверх опущу точку белого вниз сделаю вот такую с образную кривую и подвину правый ползунок кривой немного влево а левый ползунок немного вправо пожалуй сделал еще немного поярче и так смотрим зажимаю кнопку alt нажимаю на глазик основного изображения вот такое изображение у нас было изначально и вот такое изображение мы получили супер но и это еще не все переходим вот к такому изображению и это еще один третий метод что можно сделать используя инструмент смешивания копирую изображение меняю режим наложения на мультиплай кликаю два раза зажимаю alt разделяют ползунок который отвечает за темные участки и двигая его вправо осветляю те места которые стали после применения режима мультиплай практически черными отлично ok у нас сразу проявилась небо вот такая фотография была и вот что мы с вами получили над таким светлым небом можно поработать еще добавляем пустой слой кликаю на градиент открываем меню градиентов и подбираю градиент который наилучшим образом подойдет к моему изображению самое главное что в данном случае нужно выбрать градиент который будет на пустом слое это изображение вот в такую клеточку ok применяем градиент понижаю непрозрачность слоя кликаю два раза сейчас мы будем работать с верхней линеечкой разделяю и правую и левую часть ползунка на двое теперь применение нашего градиента практически незаметно окей смотрим без градиента с градиентом на этой фотографии было бы неплохо осветлить маяк и домики а также вот эти волны камень давайте добавим маску выберу черную кисть непрозрачности нажатия сто процентов я сделаю для наглядности побыстрее вам на своих снимках не обязательно торопиться можете сделать работу поаккуратнее и так смотрим вот такое изображение было и такое стало на этом друзья все подписывайтесь чтобы не пропускать новые полезные советы по обработке фотографий делитесь этими советами с друзьями в соцсетях этим вы помогаете развивать и улучшать канал ставьте лайки пишите комментарии и интересных вам сюжетов и легкой обработки до новых встреч и и Субтитры подогнал «Симон»